С 1 февраля 2021 года, как оказалось в чеках, нужно указывать на именование товаров. Закон такой. Рассказывал об этом в двух прошлых роликах. Ну что ж, пришлось заморочиться. Штрих-коды на товары наклеить и все такое. А если есть штрих-коды, значит надо эти штрих-коды чем-то считывать. Сначала решил обойтись по-простому. Смартфон. А на смартфоне программа. Поставил для начала 1С мобильную кассу. Она в базовой версии вообще бесплатно в гугле скачивается. Ну и прям камерой смартфона на эти штрих-коды пикаю. Помучился с неделю и понял, что ну вот совсем неудобно. Чтобы штрих-код прочитался, нужно чтобы в магазине было хорошее освещение. Днем еще куда не шло. А вот вечером совсем беда. Пока камера сфокусируется, минуты две проходит. Да и сам штрих-код должен быть очень контрастным. Возишься с ним и так, и так, и все равно камера не берет. А покупатели стоят и нервничают. Ничего, там можно побыстрее, нет? И вроде смартфон неплохой, не самый дешевый, а все равно не берет. А ладно, думаю, черт с ним, куплю специальный сканер штрих-кодов. Вон, в магазинах кассиры ими орудуют со скоростью пулемета. Пик-пик-пик-пик и все готово. Выяснил, что подключить к смартфону сканер штрих-кодов не проблема. Можно найти модель с блютусом, без проводов. А можно найти модель подешевле с проводом. Только копеечный переходник нужен с обычного USB на microUSB или на USB-C, чтобы в смартфон воткнуть. Ну а если в компьютер, то и вовсе без переходников. И сам сканер стоит недорого. За тысячу рублей с копейками можно найти без проблем. Я сначала обрадовался, но потом умные люди мне подсказали. Короче, есть два типа сканеров-штрих-кодов. 1D и 2D. Первые, самые дешевые сканеры, читают обычные штрих-коды, которые с виду похожи на расческу полосочками. Но сейчас везде вводят обязательную маркировку. И вот там надо уже другие штрих-коды читать, типа из маленьких квадратиков. А такие сканеры уже называются 2D. Они уже подороже. От двух-трех тысяч рублей. Кстати, если алкоголь продавать, то там тоже коды маркировки хитрые. Там тоже 2D-сканер нужен. И я стал искать в интернете. Нашел подешевле, а потом задумался. Сканер ведь штука простая. Делает одно единственное дело. Читает штрих-коды. Так почему тогда есть модели дешевле, трех тысяч рублей, а есть дорогие, тысячи за пять, шесть или еще дороже? Что они, особенные какие-то? Погуглил. Оказалось, есть еще одна заковырка. Тут, оказывается, важно, какие будешь штрих-коды считывать. И если они большие и контрастные, как на обувных коробках, например. Тогда без разницы. Даже самый дешевый сканер с такими штрих-кодами справится. А вот если сигаретами торгуешь, тогда беда. Закон ведь что говорит? Должен быть код маркировки на упаковке товара. И тем, кто этот закон писал вообще по барабану, что пачка маленькая. И код маркировки на ней тоже маленький, да еще и под пленкой. Поэтому вот такие заковыристые мелкие и неконтрастные коды дешевые сканеры читают очень плохо. Раза с пятого, если повезет. Кстати, я не курю и вам не советую. Это очень вредно. Потом посмотрел украдкой в магазинах. И правда, если магазин пожалел купить хороший сканер кассиру в табачный отдел, то этот несчастный кассир так мучается, что его жалко становится. И так пытается. И эдак. И все равно далеко не с первого раза получается. А в другом магазине сканер штрих-кодов подороже. И все неплохо. Без проблем все читается. В общем, не зря время потратил. Все выяснил и разобрался. Теперь всем советы бесплатно раздаю. Срочные новости! Срочные новости! Для работы со штрих-кодами подойдет камера смартфона. Только если в день буквально десяток чеков надо пробивать. И то, если ваши покупатели никуда не торопятся. Считайте в свежем выпуске. Если чеков больше десятка, то вам обязательно нужен сканер штрих-кодов. Причем лучше сразу 2D. Сейчас все в эту сторону двигается. Но какой выбрать зависит от ассортимента товаров. Внимание, внимание! Для продажи сигарет нужен самый лучший сканер. Тут нужно отзывы на конкретные модели читать. А для остальных случаев скорее всего подойдет и недорогой сканер. Зачем лишние деньги тратить? И знаете что? От этих наименований товаров в чеке одни проблемы. Это на первый взгляд. Но когда поставил программу 1С, у них там есть на любой случай. От 1С-кассы для мелких предпринимателей вроде меня. До 1С-управления торговлей для больших сетей. Есть и промежуточные варианты вроде 1С-розницы или 1С-УНФ. В общем, когда все поставил, настроил, смотрю. А польза-то есть. И обслуживать покупателей быстрее стал. И времени на них остается больше. Расспросить, подсказать, помочь выбрать. И про все свои товары теперь все знаю. Где, чего и сколько осталось. Что заказывать пора, а на какие товары пора и цену снижать. Да и вообще, ощущение от работы какое-то другое появилось. Уже вроде и не торгаш на рынке, а бизнесмен. Даже жена заметила. Говорит, остепенился. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. А также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся.